Окунь клюет с 4-5 метров от стандартной глубины. Тогда зачем так низко опускать? А бывает по-разному. Вот на миле не клюет, а на глубине возьмет. У каждого рыбака свой способ лова. При этом друг от друга секреты рыбалки скрывают, говорит Игорь. В рабочее время он театрал, но сегодня добытчик. Участвует в первенстве советского района по зимней рыбалке. Здесь, на Красноярском водохранилище, более ста любителей рыбалки играют на опережение. Кто быстрее и больше поймает рыбы. Среди участников есть и титулованные спортсмены. Например, серебряный призер чемпионата Сибири по рыбной ловле. С утра, с самого начала начала рыбку клевать более активно. А сейчас уже хуже стало, видимо, отошло. А это зависит в основном от того, где она клюет? От количества людей зависит. То есть, когда люди рядом сверлят, она пугается, уходит. Может, за счет этого она отошла. А так бы, может, доклевала до сих пор. Четыре часа новички и профессионалы выжидают, когда их леска дернется от попавшейся добычи. Условия конкурса одно – ловить только на мормышку, но можно пользоваться прикормом. Виктор вот уже 10 лет не пропускает ни одного соревнования. За час рыбалки он поймал уже больше килограмма окуней. А в этих соревнованиях участвую каждый год. Но побеждать никогда не доводилось. Вы, наверное, не побеждали? Нет, второе место занимал. Мы вам удачу приносим. Нет, наоборот. В том году я вот так вот интервью давал и потом проиграл в конце. Среди рыбаков на шумихе есть и женщины. Только в основном они ловят рыбу для души, а добычу отпускают. Да я не умею снимать крючка. Аккуратно. Вот заглотила. Съела. Съела червяка. Ну вот. Нет, не съела. Жалко. Пусть идет. Мы в этот день тоже попробовали овладеть удочкой и поймать рыбу. Ждать долго не пришлось. Реско чуть-чуть дернуть вверх. А потом уже тянуть. Мне сегодня тоже преподали мастер-класс. Необходимо ловить на мотыля или опарыша. Безусловно, мне понравится, я думаю. Но когда чувствуешь клев, необходимо резко дернуть, чтобы вытащить заветную рыбку. При этом заманивать добычу необходимо раз в 13 секунд. Это золотое правило зимней рыбалки. Наживку периодически то поднимает, то опускает, чтобы поймать рыбу. Как говорят, новичкам везет. Но если мне повезло лишь с одним окунем, то постоянный участник соревнований Виктор Лосев в свой юбилейный улов стал абсолютным победителем. Он поймал 4 килограмма 920 граммов. Две лунки у меня было. Я их подкармливал немножечко. И вот постепенно это набежало и сорожка, и елец хороший, и окунь. И даже хорошие окунишки проскальзивали. Очень хорошие. Мне понравилось сегодня. Завершились соревнования проверкой на скоростное бурение лунок. В этой дисциплине также наградили победителей призами для активного отдыха. Илья Керц, Александр Тропин. Новости ТВК.